Белорусская энциклопедия Член-корреспондент Академии наук СССР, академик Академии наук СССР. Стандартные фразы, характеризующие большого ученого. Но за этими фразами скрывается человек, который где-то родился, где-то учился. У него была семья, друзья. Эта информация часто опускается. Но среда, в которой воспитывается человек, влияет на весь дальнейший жизненный путь. В своих воспоминаниях под названием «Моя жизнь до 1905 года» Владимир Иванович Печета четко указывает людей, которые оказали влияние на всю его дальнейшую жизнь. Я постоянно вспоминаю моего угасшего брата. Ибо только ему я обязан своим первоначальным развитием, своим интересам к миру и людям. Здесь Владимир Иванович упоминает своего старшего брата Константина, умершего от чахотки. «Моя добрая, нежная, кроткая мать, преданно отдававшая себя днем и ночью воспитанию всей нашей многочисленной семьи. Мы духовно были сродни, мы понимали друг друга». А вот как Владимир Иванович характеризует отца. «Мой отец, человек больших способностей и большого умственного дарования, отличался суровостью своего характера и деспотическими наклонностями». Остановимся подробнее на личности отца Владимира Ивановича, Ивана Христофоровича Печеты, которого он характеризует столь неоднозначно. Тем более, что сделать это несложно, так как в отделе гуманитарно-просветительской работы и популяризации книжных памятников фундаментальной библиотеки БГУ хранится российский философско-богословский журнал «Вера и разум», который издавался при Харьковской духовной семинарии в период с 1884 года по 1917 год, в котором в 1911-12 годах печатались воспоминания Ивана Христофоровича Печеты под названием «Факты и воспоминания из школьной жизни герцоговинца». Из воспоминаний мы узнаем, что Иван, или Йован Христофорович Печета, родился в 1844 году в главном городе герцоговины Мастари. Его родители, Ристан и Мария, то есть дедушка и бабушка Владимира Ивановича, были людьми православного веросповедания, простыми, патриархальными, верующими, честными и трудолюбивыми. Отец был малограмотным, едва разбирал славянскую печать. Мать, как и все герцоговинки того времени, была и вовсе неграмотна. Семья принадлежала к среднему классу городских обывателей, имела свой домик с небольшим огородиком, а за городом приличный виноградник. Семья была большая, они воспитывали семеро детей. В Россию Иван Христофорович называл своей второй родиной. Как же он попал в эту далекую страну? Вот что об этом пишет сам Иван Христофорович в своих воспоминаниях. До нас достигла радостная весть, что от консула, здесь он упоминает Александра Гельфердинга, первого российского консула в Боснии и Герцеговине, последовало предложение об избрании из учеников нашей школы трех-четырех способных юношей для отправления их в Россию и воспитания на казенный счет. Кто будут эти счастливцы? Спрашивали мы друг друга, делая всякие предположения. Способных между нами было достаточно. В числе рекомендованных учителями, учеников, я оказался одним из первых, что, конечно, меня весьма обрадовало, и родным было приятно. Итак, Иван Христофорович поступает в Одесское духовное училище. После пятилетнего пребывания в Одессе он направляется в Киев для поступления в Киевскую духовную академию. Что интересно, вступительное сочинение Ивана Христофоровича было на тему «Можно ли доказать соображениями разума, что душа человеческая бессмертна?» Мы знаем, что Иван Христофорович дослужился до должности ректора Витебской, а затем Полтавской духовных семинарий. Примечательный факт. В Полтавской семинарии во время ректорства Ивана Христофоровича учились Георгий Гапон и Симон Петлюра и не просто находились под началом Ивана Христофоровича, а благодаря его принципиальности были представлены к отчислению. Воспоминания о Иване Христофоровиче, его современников, пока нам неизвестны. За исключением краткой оценки одного из тогдашних учащихся в последствии весьма известного протосвитера Георгия Шавельского. Протоирей Иоанн Христофорович Печета все же был очень добрый, заботливый человек, разумный администратор, во многих отношениях улучшивший быт школы, но ученики почему-то не взлюбили отца Иоанна. Как им казалось, он очень неприступный и очень строгий. При нем в семинарии был бунт, но он всем бунтовщикам выхлопотал прощение. Заслуги Иоанна Христофоровича Печеты на Ниве духовного просвещения были высоко оценены рядом церковных и государственных наград. А в 1897 году он был причислен к российскому дворянскому сословию. О маме Владимира Ивановича Печеты сведения чрезвычайно скудны. Звали ее Мария Григорьевна Григоренко, украинка по национальности. Она была дочерью киевского чиновника казенной палаты. И по утверждению самого Владимира Ивановича занималась домашним хозяйством и воспитанием детей. Из воспоминаний Владимира Ивановича, которые он начал писать в 1930 году в Ленинградском отдельном доме предварительного заключения, иначе говоря, в тюрьме, которая известна под названием «Кресты». Я много читал. Буквально все, что находилось под рукой. Ибо, к счастью, дома не было никакого контроля над моим чтением. Я любил читать Жюль Верна, Майнрида, Купера, Гоголя. Я покупал биографическую библиотеку Павленкова и имел возможность познакомиться с биографиями многих выдающихся деятелей и ученых. Я любил чтение исторических книг. Меня особенно увлекал Костомаров. Но я читал и исторические журналы. «Русскую старину», «Исторический вестник». Заглядывал иногда в журнал Министерства народного просвещения. Мать приохотила к чтению толстых журналов. Она обычно брала из библиотеки «Вестники Европы» и «Русскую мысль». Немало прочел и духовных журналов, среди которых труды Киевской духовной академии полюбились мне. Я был достаточно начитан в истории философии и прочел с большим вниманием книгу Ланге «История материализма». Владимир Иванович начал свое гимназическое образование в Витебске, а продолжил в Полтаве. В 1898 году, после окончания Полтавской классической гимназии, он по настоянию отца поступил на историческое отделение историко-филологического факультета Московского государственного университета. Учеба для Владимира Ивановича была его первейшей обязанностью. Он стремился как можно глубже постичь тайны исторической науки, тем более, что учился у самых известных историков того времени – Любавского, Ключевского, Виноградова, Гирье. Он посещал не только занятия по историческим дисциплинам, но интересовался и философскими проблемами, правовыми вопросами. Особенно выделял необходимость знаний в области государственного права. В мае 1901 года он окончил Московский государственный университет с дипломом первой степени и денежной премией за семинарские работы. Руководителем его дипломной работы под названием «Юрий Крижанич о московском государстве» был Василий Осипович Ключевский. В 1921 году Владимир Иванович Печета вступает в должность ректора Белорусского государственного университета. С первых дней работы университета Владимир Иванович ведет активную педагогическую деятельность. Он читает лекции по истории Белоруссии, истории народного хозяйства России, по истории белорусского права, истории славян, по всем тем вопросам, которыми он интересовался еще в студенческие годы. Годы жизни в Минске – один из наиболее плодотворных периодов научного творчества Печеты. С именем ученого связано становление белорусской советской исторической науки. Темы его исследований включали вопросы этногенеза белорусского народа, историю белорусских городов, археологию и краеведение, историю белорусского языка и литературы, скориноведение. Из 516 работ ученого свыше 150 посвящены истории Белоруссии. Это и монографии, и статьи, и рецензии на работы по истории, историографии, источниковедению, истории права Белоруссии. Еще в начале научной деятельности Владимир Иванович обратился к изучению исторических судеб Великого княжества Литовского. Прежде всего, его интерес был направлен на изучение аграрной политики второй половины XVI века, которая стала начальным этапом обезземеливания белорусского крестьянства. Таким образом, уже тогда в круг научных интересов ученого попали проблемы исторического развития белорусского народа. Позже он обратился к изучению аграрной реформы в восточной части Белоруссии в первой половине XVII века и выступил новатором данной проблемы. Равным образом, Владимир Иванович Печета впервые приступил к изучению пореформенного феодального крестьянского хозяйства, положения сельского населения и степени обеспеченности его землей. Вторая группа вопросов, исследованных Владимиром Ивановичем, касалась белорусского культурного возрождения, которое он рассматривал на общем фоне западноевропейского гуманистического движения, связывая его с развитием белорусского народа и образованием белорусской народности и языка. В цикле этих работ он впервые осветил историю книгопечатания Белоруссии до XVII века, составил обзор литературы о Франциске Скорине. С 1939 года Печета сосредоточил свое внимание на истории Польши. Все последние годы жизни он работал над трехтомником «История Польши». Третий том так и не был завершен. Частенько Владимир Иванович называл эту работу своей «Лебединой песней». К сожалению, многое из того, что написал Владимир Иванович осталось в рукописях, не было завершено. Владимир Иванович Печета прожил яркую, насыщенную событиями жизнь. Учитывая, в какое трудное время он жил, многие из этих событий были трагичными. Сам Владимир Иванович называл свою жизнь неудачливая. Невозможно согласиться с этим утверждением. Великолепный лектор, замечательный педагог. Он, так же, как и его отец, отдал частичку своей души ученикам. Оставил после себя ряд работ, которые не потеряли своей актуальности и в наше время. И главное, созданный им Белорусский Государственный Университет, главный ВУЗ страны, который в этом году отмечает свое столетие. Субтитры создавал DimaTorzok